Молодежный Владимир готовится к Дню Города. По этому случаю у нас в гостях исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи администрации города Владимир Александр Малик. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы прежде всего начнем с большого мероприятия Добрый Пикник, который стал уже доброй традицией. На этот раз проходит как самостоятельная площадка на Дню Города. Расскажите об его истории, об опыте, который удалось накопить за 4 года. Совершенно верно. Мы уже несколько лет делаем такую интересную площадку Добрый Пикник, который отражает опыт волонтерский по организации добровольческих инициатив, обсуждение их в своей среде, обсуждение каких-то новых идей, которые можно реализовать в рамках нашего города. Если взять в принципе, то Добрый Пикник — это такое душевное событие, наполненное смыслом, цель которого — сделать так, чтобы помогать другим людям было комфортно, приятно, чтобы у нас это было принято. Если, например, говорить про прошлогодний Добрый Пикник, то это порядка 2000 человек участников, 30 организаторов, порядка более 30 тысяч рублей, собранных и направленных на благотворительные цели. Все площадки и ранее, и в этом году направлены на то, чтобы сделать помощь для других людей доступной и привлекательной, а также, чтобы люди, которые посещают это мероприятие, проводили время с пользой, в комфортной, дружелюбной среде. Если говорить про Добрый Пикник уже этого года, которое стало большим мероприятием, было инициативой управления по делам молодежи и городского добровольческого движения «Доброштаб», которое уже стало визитной карточкой нашего города. Мероприятие стало очень крупным. Он объединил в этот раз усилия десятки поэтов, художников, музыкантов, дизайнеров, общественных объединений. Все потому, что в этом году мы сделали так, что каждый мог стать соавтором этого мероприятия, просто прислав нам свои идеи, либо какое-то свое видение из себя в этом мероприятии. Поэтому у нас получился такой большой праздник, который мы делаем совместно с молодежью нашего города. А какие цели преследуют те, кто принимает участие, те, кто подают заявку? Ради чего это все надо? Они участвуют ради того, чтобы поделиться опытом, познакомиться, попасть в добровольческую среду, узнать что-то новое, рассказать свой опыт, быть в курсе интересных событий. Ведь, по сути, это встреча с людьми, которые так или иначе оказывают влияние на развитие нашего города, в частности, социальной сферы. Я хочу также сказать, что мы делаем не просто какой-то еще один концерт или фестиваль, мы делаем такую, готовим дружескую встречу, где есть возможность поделиться своими идеями, задумками. В общем, такая площадка для апробации какого-то своего опыта, где можно поделиться своим опытом. Насколько масштабнее будет эта площадка в этом году по сравнению с прошлой? Поскольку в прошлом году это была лишь одна из площадок, которая готовила проводить по делу молодежи, мы посмотрели на сильно растущий потенциал, и мы решили в этом году сделать отдельное большое мероприятие, посвященное, и так и назвали его, добрый пикник. Мы рассчитываем, что будет иметь огромный отклик, потому что, как я уже говорил, очень много людей принимает в этом участие, и вообще мероприятие с добрыми целями не может плохо пройти. Я знаю, что будут некие сеты, части, из которых будет состоять пикник. Расскажите об этом подробнее. Интересно, что такое литературные сеты, кто представлен в концертной части, и кто будет особым гостем пикника? В концертной части мы пригласили и приняли желание. Вот только Владимирский групп мы специально так сделали. У нас есть большой опыт взаимодействия с группами из других областей, в том числе из Москвы. Но мы решили, что на нашей такой доброй площадке должны для такого более камерного и дружеской атмосферы взять только Владимирские группы. Такие, как, например, «Одна ночь», «Ви-бенд», «13 Герц», даже будет джазовое трио, «Вестерн Лэндс». И для того, чтобы с нами поделился опытом, пригласили интересного человека из Москвы. Его зовут Алексей Федяев. Это известный блогер, стендапер, автостоп. В общем, интересный просто человек, который выступит сначала со стендапом в концертной части программы, потом плавно перейдет в литературный сет, где поделится опытом с владимирскими поэтами, которые также будут весь день рассказывать про то, как проводить мастер-классы по составлению стихов, по импровизации. Но это все будет в такой свободной форме, построено на таком живом общении. То есть, в принципе, кто-то может просто туда книжку прийти почитать. У нас ограничений никаких нет. Кроме того, будет площадка с мастер-классами, которая будет очень широко представлена в этот раз. Сейчас участвуют не только владимирские, но и рукодельники, дизайнеры из соседних областей, в том числе приезжают из Москвы. Также едут ребята с благотворительным брендом, так и называется у них ярмарка, из Перми, которая тоже часто делится своим опытом таких благотворительных мероприятий. Еще один интересный момент – это душевный базар. Здесь будут знаменитости представлены по-особому, а точнее их вещи. Как это происходит? На самом деле, не только вещи знаменитостей, в основном это вещи обычных горожан, но есть и вещи от знаменитых людей, например, от ведущей, от Ксении Бородиной, от футболиста Романа Забнина, известные дизайнеры, певицы Дакота, Юлия Паршута, то есть такая схема, когда люди приносят свои вещи, хорошие вещи, естественно, новые, отдают их на благотворительные цели. Мы их по символическим ценам предлагаем купить людям, которые приходят на наш праздник. В этом году из нововведений будет на этой площадке работа стилист, которая будет помогать подбирать образ. Вот таким образом это работает. Мне интересно, а как это работает? Это наши волонтеры добиваются заполучения таких вещей, либо где-то действительно они как-то консолидируются, собираются, и все, и там остается только выбрать? Наши волонтеры Владимирские развивают эту вот такую интересную тему, ездят специально к известным людям в Москву, получают обязательно фотографируются, рекламируют эту идею. Там в Инстаграме есть фотографии. То есть специально они выезжают к известным людям, а у нас в городе просто управление по делам молодежи и совместно с Доброштабом в течение месяца или двух эти вещи собирали, смотрели в коммунистстоянии, приводили их в порядок, чтобы выставить их в день города. Куда пойдут вырученные средства? Все вырученные средства будут идти в благотворительный фонд «Дети-ангелы» в помощь детям-больным ДЦП. Расскажите, какие сюрпризы и розыгрыши ожидают участников Доброго пикника? Ну, во-первых, сюрпризы будут, да. Во-первых, мы разыграем среди тех людей, кто решит провести вечер на нашей площадке с нами, мы разыграем гироскутер, мы разыграем от наших партнеров, от Ростелекома, один электросамокат, тоже от наших постоянных партнеров, Московский индустриальный банк. То есть люди, которые приходят на наше мероприятие, мы им выдаем такие красивые браслетики и в конце по этим браслетикам разыграем эти призы. Есть еще некоторые сюрпризы, которые мы бы так хотели оставить в категории сюрпризов, чтобы оставить такую интригу еще до вечера. Поэтому мы хотим всех пригласить, сказать, что обязательно будет чем заняться, обязательно будет интересно. Я еще вскользко затронул вот тему мастер-классов. Я хотел сказать, что все мастер-классы, а их будет очень много, они по своей сути бесплатные, но мы будем гостям предлагать тем, кто участвует в этих мастер-классах, делать благотворительные взносы. Опять же, они не фиксированы, то есть каждый сможет оставить, если захочет, кто сколько захочет. Скажите, где расположится «Добрый пикник» и в каком режиме он будет работать? В этом году он будет на полюбившейся уже на молодежи площадке на Никитском бульваре. Он будет работать с 16.00, примерно в одно время начинают работать сразу все площадки. Планируем закончить где-то около 21, чтобы наши гости смогли спокойно добраться к 22 часам, посмотреть на фейерверк на главной площади. Какие еще площадки поддерживает управление по делам молодежи? Мы делаем несколько площадок. Есть традиционные такие, например, как студенческий фестиваль национальных кухонь. Это, как правило, порядка 20 национальных кухонь от студентов в ЛГУ, которые приехали и учатся в нашем городе. Он начинается в 12 часов на театральной площади. В 12.30 недалеко от театральной площади у Золотых ворот начинается тоже полюбившийся уже парад колясок. Мы его называем мультпарад, когда дети оформляют, родители оформляют креативно коляски, участвуют в розыгрыше призов. Также традиционным станет соревнование по силовому экстриму, которое тоже пройдет на территории перед театральной площадью. Это когда со всей страны к нам съезжаются сильнейшие атлеты, спортсмены, показывают мастер-классы, завлекают интерактивом зрителей, показывают очень интересные события, тех, кто увлекается силовыми видами спорта и не только. Кроме того, в этот раз впервые мы делаем первый Владимирский велофестиваль. Называется он «Крути». Это молодежь из Ивановской области, которые успешно делали плеский велофестиваль. Он просуществовал тоже очень много лет. И у нас глава администрации увидел такое замечательное мероприятие в Средней области и предложил ребятам попробовать своим опытом поделиться с нами, сделать такое глобальное большое мероприятие. А чем он отличается от обычного велозабега? Отличается тем, что он будет идти практически целый день. Будут параллельно проходить соревнования в нескольких дисциплинах. Будут детские мероприятия, мероприятия для всей семьи. Будут мероприятия по велотуризму. Также будут показываться трюки в пневмоподушку, которой у нас в городе ни разу не было. То есть, когда велосипедисты с горки показывают трюки и плюхаются в большую надувную подушку. То есть, велосипедисты, мне кажется, впервые соберутся в таком количестве, все в одном месте, посмотрят, как их много на самом деле. Потому что, наверное, это мероприятие не только сугубо для спортсменов, но и для любителей видов спорта. Поэтому, я думаю, что надо такие вещи проводить. Можно приходить со своим велосипедом. Можно приходить. В подушку тоже спикировать. В подушку попробовать, наверное, нельзя будет. Но там будет много мероприятий интересных для любителей, так скажем. Как вы считаете, насколько вообще сильна значимость вот такого мероприятия для активной молодежи города Владимира? Мы, когда проводим свои велоквесты, даже, допустим, видим возрастающий интерес. У нас велосипедистов очень много в городе. И мы видим даже, что многие говорят о необходимости создания инфраструктуры, даже велосипедной. Поэтому делать очень важно такое мероприятие. Как я уже говорил, когда они все собираются в одном месте, у нас таких тематических больших мероприятий пока не было. Будем надеяться, что все пройдет на высшем уровне и будет очень много вызов положительных. Осталось обозначить, где будет проходить крути. Оно будет проходить перед торговым центром Валентина. Оно начинается в 11.00 и заканчивается в 17.00 вечера. То есть практически весь день. Итак, еще раз обозначим. Молодежный день города будет проходить на нескольких площадках. Первая большая площадка – это… Велофестиваль Крути, торговый центр Валентина, 11.00. Дальше по логике в 12.00 на театральной площади студенческий фестиваль «Кухня мира». 12.30 для молодых семей – мультпарад, фестиваль «Колясок». 15.00 для тех, кто увлекается спортом силовой экстрим на площади, перед театральной площадью, на площадке перед первой школой. И в 16.00 начинает работать наша главная площадка «Добрый пикник». Которая закончится до 10.00, до салюта. До салюта. Остается захватить хорошее настроение, погоду проплатим. Хотя даже, мне кажется, в любые погодные условия, если есть желание чему-то поучиться, как-то проявить себя, то ничто не может вас препятствовать. Александр, от всего управления по делам молодежи пламенное поздравление всему инициативному подрастающему Владимиру да и всем горожанам. Друзья, у нас с вами замечательный очень город, в котором встречаются исторические памятники, которые обрастают современной инфраструктурой. Поэтому в день рождения нашего города я хочу пожелать ему сознательных, добрых, умных горожан, которые, как и в нашем городе, почитая нашу славную историю, будут делать наш город лучше, будут предлагать, как сделать город лучше, заниматься его развитием, наверное, в том числе и развивая себя, участвуя в наших добровольческих программах. Приглашаем всю молодежь на Молодежные Дени города. Программа действительно обширная и интересная. Спасибо вам, Александр, чтобы все прошло так, как задумано, и даже лучше.